Первыми, кому мы предложили принять участие в конкурсе, стали наши давние друзья-воспитанники студии «Калибри». Нужно отметить, что маленькими художниками движет не только и не столько желание увидеть свои работы на календаре телекомпании, но главным образом интерес к предложенной теме. Ну а руководитель студии Людмила Пронкина отметила, что для ребят это возможность более внимательно взглянуть на окружающий их мир. Задача нашей студии – прежде всего детей научить видеть. И видеть не только то, что у тебя перед носом, а вообще видеть даже то, что происходит у нас в городе. Вообще эта тема, наверное, такая достаточно патриотическая тема, потому что дети начинают замечать вообще праздники, которые есть у нас в городе, вообще наш город, как он выглядит. У нас такой небольшой город, но сколько много мероприятий, сколько много праздников культурных. И слава богу, что кто-то их еще отражает. Спасибо вот вашему каналу огромное, потому что чаще всего негатив видим. Задание подготовить работы к конкурсу получили дети в возрасте от 7 до 10 лет. Конечно, таким малышам мало интересны серьезные программы, аналитические материалы, поэтому мы решили продемонстрировать самые яркие и интересные сюжеты. Праздник Малины, фестиваль воздухоплавания, новогодний маскарад. Впечатленные показанным, ребята принялись за работу. Некоторые, да, очень сильно впечатлились какими-то сюжетами. Я говорю, вот, например, от карнавала, действительно, когда увидели, что можно там красивых девочек на карнавал сделать, вот, все-все, Маша сразу, я эту тему рисую. То есть, действительно, конечно. А когда Небо России там показалось, что в Кремле в этом году, ну, это очень многие стали эту тему рисовать. Я нарисовала девушку, которая снимает фестиваль Небо России с воздушного шара. Выставки кошек и автомобилей, велопарады и праздничные концерты – все эти события не обходятся без операторов, журналистов и фотографов. Так что именно они, наши нарисованные коллеги, в большинстве случаев – главные герои работ. Но понимают ли маленькие художники, кто такие журналисты и в чем заключается их работа? Это кто ведет всякие программы, что-то рассказывает и снимает. Мне кажется, что они едят по разным странам и снимают какие-то новости. Мне кажется, эта работа и интересная, и тяжелая, потому что иногда журналистам, вот я смотрю некоторые программы, иногда журналистам приходится там куда-то залезать, чтобы что-то спросить у кого-то, под дождь работать. То есть, ну, тяжело достаточно, мне кажется. Он ездит по разным странам и узнает новости. Жаль, что путешествовать по миру региональным журналистам по работе практически не приходится. Но все же приятно, что дети представляют нашу профессию именно такой – сложной, но яркой и интересной. А как ваши дети представляют себе работы телекомпании? Приносите их рисунки на эту тему по адресу город Рязань, улица Скоморошинская, дом 5. И, возможно, именно работа вашего ребенка украсит фирменный календарь телекомпании «Город» на 2018 год. Ну и, конечно же, календарь от нас в подарок. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Спасибо. Спасибо.